Привет! В эфире программа Точка.ру, программа, где мы рассказываем вам о самых передовых технологиях в мире интернета, делимся успехами самарских инновационных проектов и следим за актуальными новостями и событиями в социальных сетях. И здорово, что вы с нами! Сегодня в программе. Весна в Самаре. Ваши солнечные фото, о чем пишут в самарском ЖЖ. А вы знаете правила безопасных покупок в интернете? Названы самые популярные мессенджеры. У ждуна появится подружка. Друг в беде не бросит, а енот вымоет посуду. Все это и многое другое прямо сейчас. Весна идет, весне дорогу. Сегодня под наше пристальное внимание попали ваши снимки с хэштегами Весна в Самаре и Самара-Весна. Глубое небо, солнечное настроение самарцев радуют и вдохновляют. Редактор субтитров А.Семкин Мне кажется, что нашим самарским блогерам смело можно раздавать не только лайки за их посты и фотографии, но и звания неутомимых искателей приключений, бесстрашных и любопытных. В который раз с удовольствием читаю пост Натальи Козловской, она же Радомирка. Рвануть в поход на 22 километра, а вам слабо, прибрежные Федоровка и погода, как по заказу, солнечная и компания чудесная. Волжский камыш, он же рогоз, как уточнили подписчики Натальи, плотина бобров, вкусный шиповник, бездорожье, снег, песок, наст и рыхлые сугробы, бревна и кабан. Чего только не встретишь на самарских просторах. Наталья, спасибо вам за увлекательное фотопутешествие. Думаю, что если вы соберетесь в следующий раз куда-то выбраться, пора собирать малые группы неравнодушных. Microsoft изобрели программу набора текста движением глаз. Подобная технология предназначена в первую очередь для людей с ограниченными возможностями здоровья. Полезное приложение разработали инженеры американской корпорации при участии ученых из Вашингтона. Сервис работает как на смартфонах, так и на планшетах. Свою новинку инженеры и ученые назвали iGaze. Суть приложения состоит в том, что оно передает видеокамере движение глаз пользователя. Программа, в свою очередь, распределяет траекторию движения зрачком и местоположение букв на клавиатуре. Подмигнув левым глазом, можно стереть неверную информацию. Для набора сложного предложения потребуется около двух минут. Эксперты составили список правил для тех, кто не хочет стать жертвой мошенников в интернете. Во-первых, при совершении покупок в сети не следует использовать бесплатный Wi-Fi. Во-вторых, совершая покупку, лучше отключить режим инкогнито в браузере. В-третьих, покупая что-либо через интернет-сайт, необходимо проверить его наличие в списках безопасных ресурсов. Эксперты также рекомендуют совершать покупки только на сайтах, использующих протокол HTTPS. Искать такие сайты безопаснее через интернет-поисковик, а не в сторонних группах или форумах. Еще один рейтинг, но на этот раз самых популярных мессенджеров среди жителей нашей страны и мира. После анализа данных стало известно, что больше всего россияне предпочитают общаться во ВКонтакте. Социальная сеть оказалась на вершине списка, хотя два года назад занимала лишь пятую строчку в аналогичном рейтинге. Одним из популярнейших мессенджеров как в нашей стране, так и во всем мире значится WhatsApp. Его использует более одного миллиарда человек ежедневно. Также в числе крупнейших инструментов для общения по всему миру названы Facebook и Viber. Рейтинги Skype в последнее время среди пользователей интернета значительно упали. Эксперты связывают это с недостаточно высоким качеством связи и обилием рекламы. Неизвестный гражданин Китая придумал для себя 244 личности, от лица которых общался с людьми на одном популярном китайском сайте. Ну, просто герой сериала «Легион» получается. Сотни личностей, среди которых бывший наркоман, бизнесмен-отшельник, фермер, глава деревенской общины, рок-музыкант и даже продавщица в цветочном магазине. Многие китайцы называли пользователя самым интересным человеком в стране и специально отслеживали все его передвижения в сети. Однако руководство сайта уже заблокировало аккаунт мужчины, который, вероятно, страдал расстройством личности, чем ввел в заблуждение многих пользователей. У знаменитого ждуна появится подружка. Автор нашумевшей скульптуры, художник из Нидерландов Маргрит фон Брифорд опубликовала на своей странице в Инстаграм сообщение, в котором рассказала, что работает над проектом создания подружки для ждуна и показала макет. На данный момент имени у второй скульптуры пока еще нет, но не исключено, что автор может ее назвать ждуней. Согласно задумке, ждуня будет отличаться от своего друга тем, что у нее появятся торчащие уши и лоб, чего сейчас лишен ждун, поскольку у него есть только грустные черные глаза. Из фотографии будущей подружки ждуна видно, что у нее довольно высокий лоб, небольшие, в отличие от друга, глаза и узкий хобот. Как часто в вашей семье встает вопрос о мытье посуды? Наверняка периодически возникает. Ну все, проблема решена, заведите себе енотика. В сети появилось видео, на котором енот-полоскун, сидя в раковине, моет посуду на кухне жителей Алматы. Пользователи гадают, на самом ли деле енот, оказался таким хозяйственным, или животное всего лишь лакомилось остатками еды, окуная кусочки в воду. Ведь у енотов-полоскунов это врожденный рефлекс – отмывать пищу, добытую в природе, в воде. Как известно, друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вероятно, именно эту песенку напевал себе под мокрый нос китайский пес. Сибирский хаски сумел сбежать из клетки ветеринарной лечебницы и освободил других собак. Судя по записи, снятой камерой видеонаблюдения, хаски удалось отодвинуть засов, запирающий клетку. После этого пес попытался покинуть комнату, но потерпел неудачу. Дверь оказалась закрыта на кодовый замок. Он немного погрыз дверной косяк, а затем переключил внимание на клетки с кошками. Оттащив их в сторону, хаски пролез в образовавшийся проход и выпустил из клеток еще пару собак. Но животные не смогли покинуть клинику. Провинившегося хаски поймали и посадили в более крепкую клетку. А вы говорите – животные. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, твиттер, инстаграм, группа ВКонтакте, фейсбук и канал на ютьюбе. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Присылайте свои новости в наши группы. Всем лайк. Пока!